Всё хватает без разбора. Ест бананы до упора. Отойдите, пожалуйста. В центральной библиотеке для самых маленьких посетителей работали досуговые и интерактивные площадки. Познавательные викторины, развивающие смекалку, логическое мышление стали хорошей зарядкой для ума. Ребята без труда отгадывали названия животных и растений. По соседству – театральная атмосфера. На импровизированной сцене для участников акции «Ночь искусств» одна из театр-студий города исполнила постановку «Приключения домовёнка Кузи». А на площадках рукоделия всежелающие приняли участие в мастер-классах по вышиванию, квиллингу и оригами. Не менее интересная программа ожидала в эту ночь и посетителей детско-юношеской библиотеки. Там также работали тематические площадки. Организаторы отмечают, что в дни таких акций количество посетителей увеличивается в разы. Сегодня как никогда было много народу. От самых маленьких ясельная группа приходила. И вот сейчас старшее поколение. Люди спрашивают, как часто проходят. Каждую субботу. В секции «Свободный микрофон» самые смелые демонстрировали свои таланты на публике. Кто-то читал стихи, кто-то исполнил любимые музыкальные композиции, в том числе и под собственный аккомпанемент. Анастасия музыкой занимается с самого детства. Сейчас учится в Институте культуры в Санкт-Петербурге. Параллельно преподает вокал в Анапском центре детского творчества, помогая детям раскрыть свой творческий потенциал. Раз в неделю Настя приходит в детско-юношескую библиотеку на творческие вечера. Говорит, что музыка уже неотъемлемая часть ее жизни. Я просто не представляю своей жизни без этого. Я не могу вообще в принципе жить без музыки, без вокала, без пения. Очень раскрепощает людей. В плане того, что когда выходишь на сцену, это всегда очень волнительно. Это безумно волнительно. И когда есть люди, которые к этому относятся спокойно, то есть они принимают каждую твою какую-то заминочку, они это все понимают, помогает раскрыться. По словам организаторов, интерес к акции с каждым годом растет. В эту ночь искусств анапские библиотеки в городе и сельских округах посетили более 3000 человек. Однако библиотекари надеются, что Дом книги будет пользоваться еще большей популярностью среди читателей и не только в дни специальных акций. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...